всем большой привет добро пожаловать на мой канал меня зовут виктория сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного торта сникерс для любителей сникерса получается такой торт очень очень вкусный необычный отлично подойдет на день рождения или любой другой праздник оставляю вас видео если рецепт видео вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал приготовление бисквита мне понадобилось мука 120 грамм 4 яйца 120 грамм сахара ванильный сахар какао разрыхлитель и щепотка соли полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео в емкость выбиваю 4 яйца к яйцам добавляю сахар и ванильный сахар и хорошо взбиваю миксером до пышности масса должна увеличиться вдвое и посветлеть затем муку добавляю щепотку соли и разрыхлитель хорошо перемешиваю ложкой и буду просеивать муку заранее замешанную яично-сахарную смесь просеиваю какао рецепт этого бисквита вы можете посмотреть на моем канале в более подробном видео ссылку я вам оставлю в описании все хорошо перемешиваю миксером взбивать не нужно перемешивать вот такое по консистенции должно у вас получится тесто она получается не густым и легко стекает ленточкой с лопатки затем беру формочку перекладываю пергаментной бумагой и хорошо смазываю сливочным маслом переливаю тесто в форму духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов и ставлю выпекаться тесто заранее разогретую духовку ориентировочно на 25-30 минут выпекаем до сухой зубочистки формочку можно накрыть пергаментной бумагой чтобы бисквит пропекался равномерно затем достаю бисквит оставляю его немного остыть и извлекаю его из формы убираю пергаментную бумагу и буду разрезать его на три равных коржа для приготовления нашего тортика нам понадобится три коржа я это делаю ниткой посмотрите приготовим крем-чиз для этого мне понадобится 600 грамм сливочного сыра 200 миллилитров сливок сливочный сыр и сливки должны быть очень очень холодными и 100 грамм сахарной пудры в емкость выкладываю сливочный сыр сливки и добавляю 100 грамм сахарной пудры сначала немного перемешиваю ложкой и затем взбиваю миксером до загустения у меня на это примерно уходит минут пять вот такой примерно по консистенции должен получиться крем убираю его в кондитерский мешок кондитерский мешок убираю в холодильник и займусь приготовлением начинки для начинки нам понадобится карамель и арахис арахис у меня уже обжаренный карамель у меня домашняя есть отдельное видео на моем канале ссылочку я вам оставлю в описании также вы ее увидите в подсказках в этом видео вы увидите как правильно приготовить карамель арахис я перекладываю в целлофановый пакетик и немного буду проходиться по нему скалкой потому что ребенок у меня маленький еще чтобы кусочки были не очень крупными посмотрите вот такого примерно размера они получаются и не мелкие и не слишком крупные в емкость выливаем 200 миллилитров карамели карамели добавляю арахис и буду перемешивать все до однородности начинка готова готовлю пропитку для коржей для этого в 150 миллилитров воды добавляю 80 грамм сахара немного перемешиваю довожу до закипания оставляю прокипеть пять минут и убираю с огня переливаю в чашу оставляю немного остыть и добавляю одну столовую ложку экстракта ванили хорошо перемешиваю вместо ванили можно использовать коньяк или ром делайте по своему усмотрению по своему вкусу все ингредиенты подготовлены приступаю к сборке торта выкладываю подложку на блюдо подложку немного смазываю кремом чтобы коржи не ерзали выкладываю первый корж смазываю первый корж кремом кремом чиз затем делаю из крема чиз вот такой бортик это нам нужно для того чтобы удобнее было выкладывать начинку и выкладываю начинку карамель с арахисом немного все разравниваю выдавливаю немного крема крем равномерно распределяю по всей поверхности и сверху выкладываю второй корж и то же самое проделываю сначала пропитка у нас идет затем крем хорошо смазываем корж кремом делаю бортик выкладываю начинку сверху смазываю опять кремом все равномерно распределяю по поверхности и выкладываю последний третий корж 3 кож старайтесь выбирать самый ровненький и пропитываю сверху третий корж конечно это удобнее делать в кондитерском кольце если у вас есть кондитерское кольцо то воспользуйтесь и собирайте торт в кольце немного все разравниваю по краям и убираю тортик в холодильник минимум час на 4-6 часов приготовлю крем для покрытия торта для этого мне понадобится сливочное масло сливочный сыр и сахарная пудра в емкость выкладываем 150 грамм сливочного масла к маслу добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры и хорошо взбиваем миксером затем добавляю 150 грамм сливочного сыра и взбиваю все до кремового состояния вы можете пропустить этот этап и покрыть торт полностью кремом чиз но я рекомендую его приготовить чтобы в последующем вам было легче работать с тортом украшать его покрывать например шоколадной глазурью как это буду делать я торт у меня простоял в холодильнике всю ночь я его достаю и смазываю кремом для покрытия тортиков которые мы с вами приготовили стараюсь выравнивать как можно лучше я не специалист ну вот как могу так и делаю и затем отправлю его в холодильник еще хотя бы на 1 час и пока займусь приготовлением шоколадной глазури для этого мне понадобится 150 грамм черного шоколада и 150 грамм сливочного масла шоколад с маслом ставлю микроволновую печь на одну минуту можно растапливать небольшими импульсами по 30 секунд и затем вот так все хорошо перемешиваю силиконовой лопаткой до однородности оставляю остыть до комнатной температуры остаю тортик из холодильника перекладываю на решетку ставлю блюдо чтобы глазурь стекала в тарелку и покрываю глазурью наш торт немного подравниваю с помощью ножика все готово приступаем к самому ответственному и любимому моему моменту украшаем тортик торт можно украшать печеньем конфетами арахисом кусочками шоколада шоколадными конфетами конечно это все по вашему вкусу украшайте так как вам больше нравится торт сникерс требует определенных усилий в приготовлении но поверьте это стоит того получается он очень очень вкусный с приятным карамельным и шоколадным вкусом очень необычный торт я его готовила на свой день рождения отличная идея рецепта торта на день рождения очень вам рекомендую если видео и рецепт вам понравились ставьте лайки пишите мне свои комментарии ваши комментарии это лучшая награда для меня а я всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения удачной выпечки и до новых встреч с вами была Виктория